Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Катя? Дэн, пожалуйста, мне надо разобраться в себе. Я понимаю. Просто ты вчера на крыше кое-что забыла? Спасибо. Тебе что-то было с Дэном? И что ты будешь делать? Ты согласилась выйти замуж за Никиту? Я не знаю. Я запуталась. Никита знает. Привет. 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 Настя очень классный. Левчик, и он тебе очень идет. Спасибо. Буду носить только его и ни на что не променяю. Слушай, прости меня за вчерашнее. Я обычно не плачу, просто лишнего выпил. А, забыли. Слушай, а ты никогда у нас на крыше не была? А, не была. Никогда. Так давай с нее свадебный салют запустим. Слушай, Никит, я пока не хочу об этом говорить. А ну, пошел вон отсюда. Это наш гость из Кореи. Да будь он хоть сам Ким Чен Ын. Я занят. У меня есть к вам прозра. Вы могли бы приготовить эту гопядину? Мы готовим только по меню и из собственных продуктов. Я все понимаю. Приготовим все в лучшем виде. Ксения. Да, да, шеф. Приготовь на обед для корейцев стейки. Будь сделано. А у нас с Маринки на ужин. О, стейк. Ну, что, молодцы. Полакомитесь собачатинкой. Ты дурак, что ли? Вот ты сам подумай. Это же корейцы. Нафига им с собой говядину переть? Ну-ка, дай. Леонор Андреевна, лови. Видал? Собака собаку не ест. Шеф, представьте, нам корейцы собачатину подсунули. Вот, смотрите. Не ест. Уберите с кухни собаку, имбецилы. Вот именно. И Леонора Андреевна уберите, быстрые идиоты. А? Что за тупые стереотипы? Это говядина. Может, мы это похороним? А может, и вас всех похоронить? А? Нет. Сам приготовлю. Угощайтесь. Это мне мама из Бишкека передала. Наше национальное блюдо. Козы. Ммм. Вкусно. А что из-за мяса? Канина. Лев, это отвратительно. Мама. Это их культура. Что происходит? Нет, у нас родственники в Дрездене мы иногда язык практикуем. Мама, некрасиво врать. А красиво есть лошадей. Это все равно, что из нашего кота сделать суп. Это варварство. Огромное вам спасибо. Я передам маме, что мы варвары. Извините. У меня есть просьба. Слушай, по-русски шпаришь у нее и как? Шпаришь? Ты не парься, а что ты? Шпаришь, шпаришь. Вы говорите по-русски? Да. Слушаю. Вот, заберите этот чай на обед. Только на чай чуть-чуть. Вот столько. Щепоть. Щепоть. Забей, все норм. Ок. Ты чем звала? О, Кать. Знаешь, смотри. Чтобы выбрать между парнями, нужно составить список их недостатков. Настя же знает, что я это ерундой заниматься не буду. Конечно знаю. Поэтому я сама все составила. Вот, смотри. Пожалуйста. Денис. Угу. Изменник. Да. Ветренный. Да. Пьяница. Пьяница. Запоухий? Запоухий, да. А Никита, значит, получается немного смозгливый. Ну, с этим можно жить. Кать, это объективно. Спасибо, Настя. Но я как-нибудь саморазберусь. Слушай, по Денису я только начала писать. Это только начало. Там вышло. О, здорово. Ты прям к обеду. Угу. Лёва Бек, это что это у тебя? Гуль заставила? Нет, это знак уважения к её культуре. Ага, так я и поверил. Под каблук Бек, под каблук. Ну, что, Кунскамера, вкусный обед я вам приготовил. Ага, а вы хотели это мясо похоронить. Чеш, как вы могли? Что же вы? Что происходит-то? Ты ничего? Шеф нам собачайку приготовил. Что нам? Ага, ешь ты это. Что малая собакшу съела. Хорошая. Свежая говядина. Дураки. Лёв, попробуй. Ну, ты не говядина. Это телятина. Лёва, ну, видите, эти корейцы такие же люди, как и мы. Да. Братья, сегодня особенный день. День рождения нашего пророка Тим Диньяна. Братья, сегодня нам позволено отойти от канонов вегетарианства и вкусить плоть священной коровы, что родилась ровно год назад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Читайте. А где туалет? АПЛОДИСМЕНТЫ Гуля, утром у нас не заладилось. Может быть, прогуляемся и обсудим? Ладно. Секунду. Идём? Лёва, чё ты такой грустный? Как баран на праздник. Да Гуля на меня обижается. Ну, конечно, ей уже двадцать пять лет. Десять лет как замужем должна быть. Вот и она обижается. Да я собираюсь жениться, но не сейчас. Денег надо накопить, кольцо купить, ресторан. Я тебе секрет скажу. У нас в Киргизии иногда невесту воруют. Ну, это как заявление в ЗАГС. Только веселее. А потом на свадьбу деньги собирайте вместе. Меня тоже мой муж украл. А я так вырыкалась, что я ему зуб выбила. А он мне... Кандайсону гунтерет. Чё звон? Это я в баре нашёл. Катя оставил. Походу она между вами выбирает. Я чё, сильно лопоухий? Да нет. Ну... Что это? Не знаю, это не моё. Да? А кому ещё нужно выбирать между мной и Никитой? Не знаю. Может быть, Костя себе выбирает лучшего друга. Шеф, вы были правы. Это не собачатина. Ну, наконец-то. Включили мозги. Это человечина, шеф. Вы что, издеваетесь? Нет. Тут написано, секта была основана в 16 веке и практиковала каннибализм. Если Марина узнает, что я стал каннибалом, она меня живьём съест. А ещё тут написано, что после смерти пророка его божественный дух возрождается в новом теле из священного пламени. Пошли вон отсюда, пока я вас не сожрал. Асик, ещё три ящика. Да, дядя Тимур. Тимур, а ты когда-нибудь невесту воровал? Конечно. Мы с Асиком в этом деле. Знаешь, какие профессионалы? Да, ты горюй. Марашиша! Поднимай этого! Беги воноги! Да я больше людей поженил, чем Гузеева. Мы один раз сразу двух невест ворвали. Ручи, это что за хохма? Тихо. Слушай, хочешь, прям сейчас её украдём. Десять тысяч есть? Прям здесь? А где? Она сегодня в прачечной, одна на смене. А, всё понял. Жди дома, готовь праздник. Катю не видел? Денис, ты идёшь не туда. Куда идти? Путей много, но верный лишь один. Путь просветления Ким Демьяна. Где здесь туалет? А-а-а, туда. Давай, готовься, сейчас придёт. Ага. Тётя Айнур, ну всё, я побежала? Иди, я твои дела доделаю. Спасибо. Спасибо. Моя, моя, моя. Что происходит? Отпустите. Что она говорит, дядя Тимур? Я про хиргийский не понимаю. Давай, пошли уже. А вот и криворукий, а пошли. Костя, принеси, пожалуйста, бутылку виски на крышу. Только Насте не говори. Железобетонная могила. Кто могила? Ой. В детстве у меня была кличка такая, могила. Дело в том, что на заднем дворе в школе я... Кость. Позвонила Катя, попросила на крышу принести виски. Ну вот, молодец, что признался. Бутылку оставь. Костик, а где у тебя чай стоит? За баром. Что вы делаете? Отпустите нашего пророка. Да ты не понимаешь, она счастлива. Давай, давай, пей чаек. Я покрепче заварила. Алкоголь тебе сейчас все равно не поможет. Да мне не помощь нужна. Бутылка виски. Ага. Напилась бы сейчас, наделала глупости бы, как вчера. Какой-то... Странный этот чай. Да не, нормально. Буля, а ты уже здесь? Вера Ивановна позвонила, и мы все уладили. Встречай, любимая. Лёха, кто там? Картошку продают. Ну что наделали? Ошибочка вышла. Пожалуйста, освободите меня из плена. Это не плен. В России так принято привозить людей к себе в гости. Вы русские варвары. Чего говорить? Вези его обратно. Быстро. Быстро. У нас не с Сасиком времени тебя отвозить. Слушай, давай сам на метро доедешь, да? Вот тебе это... Я видел, как бандиты увезли труп нашего пророка. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Неприятно, когда тебя каннибалы пальцем тычут. Успокойтесь. Я поговорю с их шеф-поваром. И мы все выясним. Не, я им так не дамся. Э, э, почему посторонние на кухне? Вы куда дели? Тель на нашего пророка. О чем вы? Шеф, да они своего пророка сожрали давно. А на нас мокру хотят повесить. Вы что говорите? Братья, защищайтесь. Стоять! Успокойтесь, опустили наши. Опустили все. Наши опустили. Тихо. Сеня! Да это не нож! Я тебе сказал, брось! А-а-а! 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 Фу! Что происходит? Что происходит? Шеф, по ходу исполнено их пророчество. Ага. Какое? Божественный Дух возродился в вас из священного пламени. Теперь вы их пророк. Настя, ты чего чая не пьешь? Не знаю. Не нравится он мне. Ладно. Работать надо. Пойдем. Настя. Настя. Поздравляю. Доченька, я так рад за тебя. Ой, извини. Я в таком же пришла. Идем. Катя! А как же Денис? Денис? Ну зачем тебе этот лопоухий дистрофик? Сегодня в океан жизни отправляется корабль под названием «Семья». Пускай бури и штормы минуют вашу... Я поняла. Если кто-то против этого брака, пусть скажет «сейчас» или «молчит вечно». Я против! Да не слушайте вы его. Объявляю вас мужем и женой. Подойдите для росписи. Не бойся. Идем. Стой! Стой! Ты что, дура, а? Ты что делаешь? Музыка 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 Дети мои, езжайте на родину. Ждите меня, возделывайте землю в ближайшие двадцать лет. Великий пророк, а что делать нам? Работать, работать и без премии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спокойной ночи, Саян. Пссс! Уснула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Добрый вечер. Вам что-то не понравилось? Напротив. Вот решил лично поблагодарить вас за прекрасное блюдо от шефа. Ну, честно говоря, сегодня оно от су-шефа. Я прекрасно знаю, кто вы, Лев Семенович. И я считаю, что вы подзасиделись су-шефом. Туманов. Александр Васильевич, ресторатор. Скорее всего, вы про меня слышали уже. Я тут запускаюсь с одним новым проектом и хочу вас пригласить на работу. Шеф-повар. Ну, я даже не знаю. Не надо знать. Надо просто подумать. Я вам дам свою визитку. Черт. Закончилось. Подумайте так. А вы мне наберете. Жду. Тимофеевич, а вы что в темноте сидите? Тимофеевич, а вы что в темноте сидите? Да так. Просто сижу. Прикольно. Смотри, и чаевые визитка в одном флаконе. Лев, ну пока ты у нас работаешь, это чаевые на все. Там телефон. Все правильно, ты его перепиши себе, а это вообще... И когда отчаливаешься? Тимал, ты сейчас умрешь. У моей племянницы муж шеф-поваром будет. Вообще-то я еще не решил. Эй, весь пичкейк уже в курсе. Что значит не решил? Чего ты там не решил, Лева? Начинать работу или нет? Виктор Петрович, представьте, какое совпадение? Я вчера приготовил в гости блюда от шефа, и он позвал меня работать шефом Туманов-ресторатором. На моих блюдах хочешь себе карьеру сделать? Ага. А вообще-то я его немного доработал. Не сметь дорабатывать мои блюда! Станешь шефом и будешь тогда своими корявыми ручонками свои корявые блюда дорабатывать! Значит, у меня ручонки корявые? Да! А вы без этих ручонок корявых обойдетесь? А может, еще не уйдет? Обойдусь! Не беспокойся! Пиши заявление, вали отсюда! И напишу! И повалю! А нет, уйдет! Блин, жалко! Кто теперь будет за порядком следить? Ну и почему сразу депрессия? Может, он просто сидел в темноте? Может, просто электричество экономил? Тебе, ну и твоему отцу одиноко. Надо его с кем-нибудь познакомить. С кем, Настя? С кем? С женщиной, конечно. Ну ладно, отведу ее в поликлинику завтра. Зачем? Затем же там пенсионерка целоцветник. Настя, какие ему женщины? Он уже отскакал свою... А может, вы с Владимира Андреевна познакомились? Доброе утро, молодые люди. Доброе утро. Здрасте. Константин, если вы желаете мне здравствовать, то правильно говорить «здравствуйте». А слова «здрасте» в русском языке нет. Доброе утро. Нет, не сойдутся. Я бы сказал, языковой барьер помешает. Погнали. Никита здесь? Света тоже? Пойдем? Подожди. Мне туалет надо. По какому поводу кофе-брейк? Никит, есть минутка? Для тебя даже две. Тут такое дело... Мне кажется, что... нам с тобой... Начался денек. Тише, тише. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Я не специально. Снайпер, иди скорую вызывай. Хотя я сам. Дмитрий, поедешь со мной? Я его вырастил. Я его выучил. Как к сыну к нему относился. А кроме того, на нем закупки, графики, отчетность. Да, и это. Это тоже. А как же? Почему заявление с маленькой буквы? Это большая. А выглядит как маленькая. Иди, переписывай. Вы издеваетесь? Это уже третье заявление. Хочешь быть шефом? Учись работать с документами. Ну что, придумал, с кем отца познакомить? Да. Значит, так, у меня есть два варианта. Первый вариант – это Элеонора Андреевна. Второй – это Алла Борисовна Пугачева. Я за первый вариант. Я хочу бар, потому что в наследство. Костик. Все-таки через двое. Меня, когда нет, ему на халяву не наливают. Все-таки ему одиноко. Ой, извините. Извините, ради бога. Я сейчас все... Нет, ничего. И ему точно нужна женщина. Настя, какая женщина? Ну так выясни. А я при чем? Ну не я же буду с ним про женщины разговаривать. Ну вот. Сейчас обезболивающее подействует. Станет легче. Глаз серьезно не пострадал. Пару дней матью помажете. И мотом рассосется. Свет, слушай. Я хочу тебе кое-что сказать. Может, аллергия – это лекарство? Доктор, помогите. Посмотрите, доктор. Давай, давай, давай. Шеф, вы только верните. Она общая. Алло, здравствуйте. Александр Васильевич, это Виктор Баринов, шеф-повар ресторана «Виктор». Очень приятно. А чем обязан? Я хотел поговорить о Льве Соловьеве. Очень интересно. Слушаю вас. Вы понимаете, мне кажется, что Лева то шеф-повар и недорос. Сушев он еще туда-сюда. Это что значит «недорос»? Это что значит «туда-сюда»? Лева, ты что там делаешь? Перевариваю ваше пранье. Я смотрю, вас очень не хотят отпускать. И это лучшая рекомендация. Пожалуйста, за счет заведения. Вы-то с чего это? Ну, с чего? Как говорится, Настя же уехала к родителям. Вот я и подумал, посидим, выпьем, на баб посмотрим. Как тебе? Ванта симпотная. Блондинки. Не люблю. Они глупые. Может, Ванта? Худые, злые. Это правильно. Хорошо. Ладно, давай, давай. Значит, нам нужна добрая. Ванта, тетя, по-моему, очень добрая. Она не старовата? Я думаю, замутить пойдет. Ну, в принципе, конечно, это вариант. Познакомьтесь. Константин. Вы ему очень понравились. Валентина, очень приятно. Кость. Можно тебе? Да. Я эти походы налево не очень удобряю. Так что помогай в первый и последний раз. Ну, все, мне пора. Отдыхайте. Валентина. Константин, а чем вы занимаетесь? Да, походу, вообще фигней всякой. Виктор Петрович, как вы могли? Оказывается, это не я боюсь остаться без вас, а это вы боитесь работать без меня. Лев, у тебя новый костюм? Смешно. Отстань, Лев, я готовлю блюдо от шефа. зарплаты. Ставлю штуку на шефа. Ну вот. В целом, все в порядке. Отек минут через сорок упадет. Так что, можете ехать. Не пойду. Я страшная. Перестань. Нет, ты меня увидишь и бросишь. не говори ерунду. Поехали домой. Мне на работу надо. Может, лучше домой? Нет, в отеле. Ты мне что-то сказать хотел? Ладно, потом. Ну, что выяснил? Выяснил, что, знаешь, женщины после сорока меня совершенно не интересуют. Чего, кстати, нельзя сказать о них? Так и знала, что от тебя никакого толку. Ладно, все нормально. Я поговорила с мамой, она привезет к нам свою одинокую подругу. Так что, давай быстро иди приводи в порядок квартиру и Тимофея Ильича. А мы скоро подъедем все вместе. Угу. Шеф, я там специально для вас дырочки сделал маленькие. Зачем? Я на вас штуку поставил, защищаю инвестиции. У тебя мозги есть, уродицы? Я и так выиграю. Ну что, мы можем начинать, или наш гениальный шеф испугался? Сеня. Я. Командую. Понял. Господа, перед тем, как вы переступите порог кулинарной ненависти, я в последний раз спрашиваю, не угодно ли вам помириться? Нет. А, ну тогда раз, два. Ну? Черт, да начали! Дай, я не могу. Дай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Шеф, вы меня, конечно, извините, но один в один Извините, но в тетельку в тетелька и ничья, блин Ну, заявление сами напишите? Шеф, я тебя очень уважаю, но ты подглядывал, а Лёва нет Вот Лёва победил С ума сошла? Я сама видела, как Сеня дырки резал Да ничего не видел, мне этого не надо Никому не нравится, когда твой ученик моет лучше тебя Короче, я так и не смог Или не захотел Ты, кстати, Никите тоже не сказала Да я уже почти сказала, но тут твоя девушка как заорет Помогите, официанты зрения лишают Вот я прямо сейчас возьму и скажу Никита! А я тебя ищу Да Свет, нам все-таки нужно поговорить Давай потом Знакомься, это моя мама и папа А это мой Денис Здравствуйте Пап, это я Сынок, а ты чего так рано-то пришел? А мы тут... Я Анжелике в закузе вашу показываю Здрасте А сынок, ты бы это... Дверцу-то прикрыла, а то... Анжелике неловко как-то... Вы как... Как бы... Все-таки работаете вместе А вот и мы Проходи, проходи Здрасте Здравствуйте А где папа? А папа решил водные процедуры затеи Познакомьтесь, это моя подруга Евгения Очень приятно Очень приятно Очень приятно А это моя подруга Анжелика Может, это, чайку попьем? Я тут Бубликов купил Я... Наверное, пойду Женя, подожди, Настя Женя, подожди Женя! Ну, я, наверное, тоже пойду А, я провожу Значит, нашел папе эту бочку? Настя, да он сам ее нашел Чего ты? Ты же сама хотела его с кем-нибудь свести Вот он и свелся Да но... Она мне не нравится Настя, да почему все должны жить так, как тебе нравится? Бомжей кормить Зверушек защищать Даже женщин выбирать Таких, чтоб Насте нравилось, что ли? Ребят, не ссорьтесь Это все я Пап, ты тут ни при чем И вообще Не надо совать свой маленький нос В чужие дела Чего это у меня маленький нос? То есть ничего я никуда не сую И не суй Устроил баньку, йог-макарек А может, шампанское закажем, а? Спасибо Я с утра его уже напилась Девушка, что такое блюдо молекулярной кухни, которое готовится при вас? Ну, это блюдо, которое при вас готовит наш повар Екатерина Не советую Очень долго Диис, ну пусть родители попробуют А мы по-порасскажем ему о наших планах Да, но... Решено Мы будем молекулярную кухню Отличный выбор О, господи Девушка, а может быть, у вас в меню противогазы есть? Нет, ну а что? Красиво бурлит Ну, молодежь Чтоб у вас вот так всю жизнь бурлила А у нас и так бурлит Правда, милый? Это хорошо Скажу банально Главное найти свою любовь, чтобы на всю жизнь, вот как у нас с Галочкой Ты согласен, Денис? Согласен Мне кажется, я нашел такую любовь, ну, чтоб на всю жизнь Прости, Света, но это не ты Прощай А, вот и мы Познакомьтесь, это моя девушка Кульнара Здравствуйте Ну, тогда и вы познакомьтесь Это моя, точнее, уже ваша Еще точнее, ваш суши Моя Очень приятно Я хотел, чтобы вы встретились, так сказать, в неформальной обстановке Перед началом совместной работы Извините, мне не помешал? Пришли отвоевывать своего суши-шефа Нет, пришел извиниться за тот мой звонок И сказать, что вам очень повезло Лев лучший повар из тех, с кем мне приходилось работать Лева всегда был отличным суши-шефом И я уверен, будет отличным шефом Берегите его Лева, прости Я должен был уважать твое желание уйти Всего хорошего Да я, в общем, и не собирался уходить Пока вы не начали меня оскорблять Зачем это надо было делать? Я началась паника Между прочим, могли просто сказать Лева, не уходи Да? А если бы от тебя уходил твой лучший суши-шеф Твой самый близкий друг Посмотрел бы он тебя, что бы ты там и делал? Вы извините, что я прерываю вашу трепетную мелодраму Лев, вы собираетесь у меня работать? Вот договор Наверное, нет Гуля, ты не будешь возражать, если я еще поработаю суши-шефом? Левочка, я поддержу любое твое решение Ну, тогда пошли На работу опаздываем Лева Вы это, простите меня, дети Её к Макарёку неудобно вышло Да ладно, бывает Надеюсь, у вас с Анжеликой все получится Тимофей Ильич Вообще-то, некрасиво заставлять даму ждать Лечу, моя ласточка И спасибо вам за заботу Ну, только у меня еще свои козыри на руках остались Лечу! Михаил Петрович Я должен перед вами извиниться За что, Лева? Когда мы готовились с закрытыми глазами Я чуть-чуть видел Повязка была прозрачная Мне очень стыдно, что я вас обманул Ну, ничего, Лев Блюдо от шефа! Возьми, Лев Как же хорошо, что больше не надо врать А Никита как отреагировал? Ну, вообще-то, Никита пока не в курсе Никит! Он улетел в командировку на несколько дней Почему ты ему не позвонила? Ну, я подумала По телефону как-то неправильно Я думаю, что я буду ждать Я думаю, что я буду ждать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok